Друзья, 2 октября 2023 года, 15.30 время, улица Черноморская и Витязева, в сторону Парали, в сторону моря, еду на пляж Венера. С каждым днём всё меньше-меньше народу, буквально вчера ещё народ, сегодня уже практически все палатки на Черноморской, смотрите, закрыты. Ну, потому что уже смысла нет сидеть за отдельные копейки, летом всё заработали, ну и вот вы видите, даже по машинам, нигде машина нет запаркованных, просто всё, начиная с октября, всё опустело. Впереди 114 маршрутка, которая ходит в Витязево от Хутор Песчаный до Анапы, ну и по Анапе там, соответственно, да, Красной площади от Витязева. То есть от Витязева до Анапы можно доехать на маршрутке 114, самое удобное, ещё ходит 128 от Валейграда и тоже до Анапы. Это к вопросу о маршрутках, ну вот видите, такой здесь плавающий асфальт, даже светофор я хотел отключили, но здесь жёлтый режим, а для пешеходов там ещё Красной горит, светофор ещё работает. Вот она, параллель впереди, мы направо на Южный проспект и едем к пляжу Венера. Вообще нет машин, ну вы посмотрите, просто какой-то трэш. Едет, вот посмотрите, придурок едет, у него помеха, машины стоят, нет, едет, всё, по телефону ещё в это время разговаривает. Вот Южный проспект все, Алёша, Понтос, машин нигде нет, отдельные отдыхающие ходят, но мне интересно, что будет на пляже Венера. Ну я не думаю, что прям много народу. Отдельные будут на машинах, конечно же, ещё кто-то ездит. Всё, вот даже здесь перепарковка перед боулингом была вся забита, ни одной машины, ни одной. Хотя погода стоит 25 градусов, тепла, конечно же, ветерок, но комфортное море, плюс 22 градуса, сейчас мы это всё прекрасно увидим сами. Вот объезжаю в Олиград по объездной дороге. Ветер такой и запах прям моря Лимана из-за ветра, что натягивает сюда прям запах сероводорода. Вот здесь видите, плитами всё, тут всё, весь сезон всё загораживали, рыли проезды. Вот здесь тоже за это, зарыто-перерыто, плиты аж притащили. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну всё делают против народа, всё против народа делают. Так, здесь, смотрите, шлагбаума уже и нету. Он торчит, шлагбаум из будки. Всё, оказывается, только летом. Только летом, оказывается, эта территория заповедная. А не летом уже, значит, можно всё туда ехать. Шлагбаум открыт, и можно спокойно ехать, друзья. Вот это кино. Если она заповедная зона, то она должна быть заповедная круглогодично. А тут, получается, её заповедной сделали только от отдыхающих, чтобы отдыхающие не ехали. Вот видите, здесь всё было, машин полно-полно. Сейчас машин нету. Спокойно проеду туда до самого конца. Я надеюсь, там найду парковку. До самого конца, как я и говорил, что здесь, скорее всего, парковочные места найду. Вот она, в частности. Вот парковочное место, можно встать. Вот что я, наверное, здесь и сделал, и пройду уже. Так, ну и вот пешочком я здесь уже сейчас по настилу. Вот плакат Венеры. Вот здесь, кстати, останавливается маршрутка 23-я. По Витязи выходит, возит сюда. Вот, дальше можно было встать, вот сюда проехать на парковку. То есть, сейчас парковочных мест полно. Пляж отеля Венера 3 звезды. Несмотря на то, что 3 звезды, пляж просто великолепный. Вот для информации. Всё, уже никому не надо ни мусорки вывозить. Всё уже кидают, переполнено всё рядом. Заповедная зона. Настилы, видите, уже убирают. Сложили стопочками. Можно сказать, что сезон 2023. Витязи закрыт. Остаются отдельные отдыхающие. Пляжи ещё будут. Пока погода ещё стоять будет. Будут числа до 10 октября. Потом уже всё. Завес собрался, точнее, на сопку Бархан. И вот отсюда показываю. Вот здесь, там уже в пляже многие всё свернули. И собрали. Венера ещё не торопятся собираться. Дальше тоже пляжи. И туда уже вот Тартуга. Вот видите, машину уже можно подъезжать. Не в шлагбауме работает. Можно спокойно подъезжать. Ну, а я пройду по Венере. Искупаюсь. И покажу вам. Морюшка. Морюшка солёная. Кстати, здесь на Венере тоже постепенно демонтируют пляжное оборудование. Сетку волейбольную брали. Мастилы собрали. Скоро начнут разбирать эти навесы, бунгало. А, лежаки убрали все. Алис. Что в переводе с немецкого «всё». Ах, всегда, когда заканчивается курортный сезон, как-то на душе грустненько. Потому что летом жизнь кипит, бурлит, насыщенная. А сейчас уже, как выразится, умирающая. Я выполнил свою задачу на сегодня, задачу минимум. Искупался. Проплыл хорошо. Водичка чистенькая, как всегда. Чистенькая. Она сейчас и не будет мутной и грязной. До лета теперь. Чистая. Ну, ветерок. Ветерок. Выходишь из воды, не так уж комфортно. Ветерок обдувает. А вода хорошая, приятная. 22 градуса. Плавай. Наслаждайся. Классика жанра. Только что мне в группе местной Анапской телеграммы, в телеграмме, пришло сообщение, что 4 октября, сегодня у нас 2 октября, 4 октября, будет производиться включение сирены по всей Анапе. С оповещением о тревоге внимания всем, то есть будут, как говорится, учения проходить. По этой тревоге сирены, жители должны включить телевизор на канал с 1 по 10 или радиоприемник на Радио России. Производится включение сирен будет в 10.35, а перехват телерадиовещания в 10.43. Ну и гражданская оборона и администрация Анапы просит жителей и гостей Анапы не беспокоиться, а соблюдать спокойствие. Вот так, вот такие времена, что мы уже проводим учения об опасности. Осталось осуществить эти учения уже практически, погружаясь в подвалы, в бомбоубежище. Вот и, как я говорится, с иронией говорю, но чем черт не шутит, как развиваются события, никто не мог предположить, что даже могут быть спецоперации, военные действия. Но все это случилось, поэтому сейчас можно ожидать всего, что угодно. Посмотрите, даже еще и кукурузу носят. Ну, народу, как видите, немного. Но люди довольны, с настроением. А, кстати, еще одна новость. Патриарх в Сиярухе Кирилл посетил и осветил, значит, новую церковь, храм в Анапе. И подарил икону Матроны. Вот так надо будет сходить в этот новый храм. Вот такая обстановочка на сегодня в Анапе, пляж Венера. На этом свой репортаж сегодняшний буду заканчивать. Вот вам позитивных девочек двух. Надо в школу ходить, они здесь довольненькие бегают, прыгают и плескают. Молодцы. Учение свет. Но этот свет можно и отложить, как показали ковидные времена. Можно и по месяцу, и по два не ходить в школу, а на удаленке заниматься. Так что и сейчас, и в дни ковидные времена, думаю, можно в школе договориться с директором, заучим, преподавателями взять и дистанционно проходить те же материалы и делать задания. Ничего страшного. Как показывает жизнь, как прогнозирую будущее, что все будет переходить дистанционно. Я не удивлюсь, что институты давно пора перевести на дистанционное обучение. Во всяком случае, лекции уж нечего сгонять целой аудитории, которые через весь город ездят на транспорте. Этих помещений вузов такие огромные в центре Москвы. Поэтому, я думаю, лекцию можно послушать и через компьютер, через телефон. Ну, по моим прогнозам, что недалеки те времена, когда удаленно, дистанционно будут обучать и детей. Вот так-то. Ну, жизнь покажет. Посмотрим. Всем хорошего настроения. Будьте здоровы. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки и пишите свои, пожалуйста, комментарии. Всем пока. Пока. Чао.